Друзья, всем привет! С вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки и это проект хату на прокачку. Мы практически прокачали эту хату. Самые тяжелые, наверное, этапы сделали, а это именно фундамент, точнее демонтаж, расчистка, фундамент, сделали стены, возвели и также сделали в прошлом видео, закончили с кровлей. А сегодня мы будем делать подшиву с веса в кровле. Я это дело тоже очень давно не делал, так же самое примерно лет 15, как и пару крыш делал в жизни. Но я думаю, будет интересно вам понаблюдать. Кстати, хочу выразить всем, как всегда, благодарность, респект от себя за то, что помогаете копеечкой. То, что, в принципе, благодаря вам и реализуется этот проект, за то, что не оставляете меня, так сказать, один на один с этим. И вместе с вами мы еще наделаем много дел. Поэтому всем огромная благодарочка за любую копеечку, кто чем подкрепил, за любой донат. Хоть это ребята также присылают товаром, донаты. Вот сейчас в пути идет плитка по донату должна прийти. Вот человек прислал там по электрике по донату, потом розетки еще один человек с включателями тоже задонатил. То есть спасибо всем, большущий респектоз. Друзья, ну что, нам надо работать, поэтому долго не будем затягивать. Как всегда, все по конструктиву, ну и меньше воды, ребята. Вы умащиваетесь поудобнее, заварите чайок, кофеек, возьмите печенюшку для себя вкусную какую-то. Ну или, как всегда, для любителей пельмешек, заварите кило-полтора пельмешек. Потому что ролик будет интересный и, что немаловажно, полезный. Ну а для тех, кто первый раз смотрит хату на прокачку, я напоминаю, что все реквизитики будут в описании под этим видео. И вы можете поучаствовать в благом деле и как бы копеечкой задонатить. И дальше наблюдать интересный проект, как мы делаем, ну, с хаты, которая строилась в 27-м году. Вот как бы вот такое вот строение. Часть уже сделали, ну а часть решили уже со следующего года. Все реквизитики в описании, если какой-то копеечкой есть возможность. Я, конечно, ребята, говорю, что последнее не надо. Если у кого нету денег, там нету зарплаты и так дальше. То есть только у кого есть такая возможность поддержать проект. Все. Ну а я полетел дальше, ребята. Едет он, смотрите, у нас впереди наша подшива, так сказать. То есть металл, ну там листы напередок, один лист, получается, он пополам распустится на бока. Ну и как бы все ветровые, лобовые и так дальше. Опа. Опа. Так, есть. И саморезики, ребята, есть. Ребята, я вот так вот, как 14-й айфон, да. Оп. Кайф. Серенькие, серенькие саморезики. Короче, купил еще серых саморезов, потому что они нам нужны будут еще и листы докрутить. Так, закрывать, что-то не закрывается. И листы докрутить, и куча надо будет еще их сейчас нам на подшиву. Ну, закрывается не очень. Что, китайские коробки или что, я не могу понять. Ладно, не будем закрывать. Так, ребята, вот это что? Вот это, смотрите, пучок какой. Ветровые, лобовые, уголки все. Ну, короче, блин, тут такого бы она заказывал, я вообще не знаю. Ну, давайте, может, вскроем, посмотрим. Потому что такого бы она заказывал, что просто ужас. Вы представляете, вот эти примочки, ну, когда их не заказывал никогда, в принципе, да, потому что я, как бы, кровлями не занимался. Вот, ну, не заказывал никогда, и надо сразу сообразить, что, куда, где, как, все моменты, нюансы. Ну, короче, хорошо, хоть есть там товарищи, да, которые занимаются кровлей, хорошо, хоть есть, ну, можно так сказать, тоже у нас в команде Сержик, кровельщик топового уровня, которому тоже всегда могу позвонить и проконсультироваться. Ребята, я всегда говорю, что не бойтесь консультироваться с теми людьми, которые, специалисты, именно в своем направлении строительства, именно в своей нише. Не бойтесь консультироваться. Я не боюсь консультироваться, позвонить, допустим, Серику, сантехнику, да, что-то по сантехнике, что-то по канализации проконсультироваться. Я не боюсь, в общем, звонить ребятам, никому там, плиточнику и так дальше, электрику. Короче, да, вот такие вот будут отсюда вот так вот уголочки, поняли вы? Хлоп сюда. Вот так это дело будет под стенкой. Ну, тут монтаж будет немножко, как бы, другой. Вы тут дальше увидите, а я же хочу сейчас посмотреть, что тут есть. Интересно, что нужно, ну, вы представляете, вот это дождаться, пока до очередь дойдет до монтажа той или иной планки. Хочется же посмотреть. Это что такое, ребята? Лобовая, да? Лобовая. Это уже видно. Это под капельник только хлоп, саморезом и прижал. Вот три штуки, да, 6 метров, как раз, то, что надо. Лобовая. Ай-яй-яй. Смотрите, ребят, это ветровая будет. Ну, а как? На две доски, да, так как я и задумывал. Ну, по-моему, будет бомба. Все, тут вальс. Ну, короче, все по красоте сделали, выгнули. Мне нравится. Я думаю, будет мощно. Есть вот такие моментики, видно вам, не знаю. Есть вот такие моментики, конечно. Ну, ничего, это можно взять красочку, как раз под этот, и немножечко пройтись. Ну, не критично, ну, не без того, ребята. Где-то чуть-чуть чухнулось, ну, так а что делать? Все мы не идеальны, все мы допускаем какие-то ошибки. Ну, главное вовремя их исправлять, да, ребята? Я всегда это вам говорил. Профессионал это не тот, который, кто не делает ошибок, а кто их моментально, вовремя исправляет. Вот как-то так. Поэтому сделана работа вся идеальна. Ну, единственный моментики, ну, это такое, красочку чуть подмазал, и все, будет он сто лет жить. Ой, боже, с этими штативами тут. Все штативами загорожено. Ребята, вот взял, смотрите, на конек, видите? Вот, тут, ну, тут 40 на 40, чтобы с запасом, потому что крыша, вы помните, да, там 25 перепад, короче, там, там еще сколько-то, там сзади шифер просел. Ну, короче, чтобы перекрыть, ну, четко, чтобы перекрыть, да, все вот эти моменты, перепады. То есть вот так вот я приблизительно померил, вот так вот, вот такой вот должен быть, как бы, уголочек. Ну, ничего не поделаешь, ребята. Да, да. И вот он, смотрите, и вот он, ребята, на наше соединение. Вот, вам видно? Вот такое вот. Я выгибал шаблон делал, вот, привозил ребятам, и они уже по моему шаблону выгнули то, что надо. Это когда зайдет, где лист поперек наш лежит, вот под лист и сверху на кровлю нашей пристройки. Также, ребята, взял, ну, не взял, а заказал как раз, чтобы уже порезанные были, листы не на месте нарезать, правильно? Вот такие вот квадратики, вот такие вот квадратики. Это здесь волна десятка, ну, десятка или восьмерку, думал, но все-таки вот десяточка мне как-то больше. Ну, она больше подходит под нашу металлочерепицу. У нас металлочерепица Града, ну, такая брутальная прям. Поэтому десяточка волна чуть больше. Ну, она больше, мне кажется, подходит. Кстати, по цвету. Цвет это поралы 7016, по-моему. 7016 цвет, ребята, если кому надо будет. Ну, кто будет интересоваться. Потому что, ну, видео так не передает конкретно. А вот поралу, может, кто-то уже сориентируется. 1716, то есть поралу. Ну, и вот такой вот один листик, ребята, короче, целиковый. Я его буду пополам, пополам, блин, пополам распускать ножницами. Ну, в своем случае буду ножницами, короче, пополам разрезать. Вот на вот эти две части. На одну эту и на вторую, противоположную, соответственно. То есть будет отсюда войти длинный. И здесь пошли вот так вот набранные. То есть как бы отсюда вот переходит вот в переднюю часть. Ну, вот как-то так. Ну, тут, конечно, будет уголочек какой-то, переходняк. Но буду еще над этим моментом кумекать. Ну, теперь, думаю, мне точно саморезов хватит. В общем, взял еще пачку. В пачке тут 250 штук. Че пачку взял и не заморачивался. И надо было сразу так делать. Потому что, дай бог, все сложится. Будем и ту половину достраивать. И как бы туда же пойдут эти же саморезы. Не знаю, сразу что-то не додумался. Думал, хватит и пачки. Взял пачку. Плюс на подшиву их сейчас надо будет. Мама, не горюй. И плюс подокручивать еще листы. Я приступаю к работе. Сейчас вы, как всегда, все смотрите в быстром таком режиме. Ну, а я периодически буду включаться и что-то комментировать. Сильно вам объяснять таких каких-то моментов и нюансов не буду. Видеоуроков отдельно по всем этим работам на ютубе достаточно. Нам надо прокачивать хату. Ну, периодически буду включаться и что-то рассказывать. Озвучивать, так сказать, свои мысли. И вот как раз вот две доски здесь будут на ветровой. Все это дело я буду их связывать между собой бобышками снутри. Ну и все, подготавливаю обрешетку. По ветровой буду крепиться именно уже, ну, стартовым, короче говоря, да. То есть буду по газоблоку саморезы накосую. Ну, вот так-то, как-то вот так вот. Первым делом нам надо сделать, значит, что следующее мероприятие. Завести металл под этот лист и, соответственно, здесь на эту кровлю. А вот он, собственно, и сам металл. То есть обычную оцинковку я сюда, потому что, ну, как бы, крашеная дорого стоит. А если потом она отсюда будет сниматься, потому что этот лист, ну, в любом случае будет сниматься, разбираться, то, конечно, и оцинковка эта будет сниматься, и дальше там уже продолжаться тут будет кровля. Вот, соответственно, оцинковка. Ну, не знаю, может, куда-то еще и пойдет потом. Но это как временный, скажем так, монтаж. Еще, ребята, вот по поводу того вот этого листа, что писали многие вовчик, надо было добрать, как бы, нарезать, ну, короче, вдоль и положить, ну, не поперек, а вдоль кусками. Ну, и выкинуть лист просто коту под хвост один лист потом, да, неважно. Зато этим комментаторам будет нравиться. Вот, ну, как бы, кто вообще, как бы, ну, я уверен, что кто ни разу не донатил, тот самый больше, ну, тому самый больше что-то не нравится, да, в эстетике еще что-то. Также я взял сюда оцинковку, потому что она отсюда выкинется. Здесь цветная не нужна, она на порядок дороже. Вот, ну, кому нужен этот понт, грубо говоря, если здесь скоро, ну, из дня на день эта крыша завалится, и вот это все вплоть до вот этого металла, это все разбираться будет. И лист вот этот открутится. Так-так он открутится, мы потом перепроектируем что-то, как-то сделаем крышу, чтобы вот этот лист, он пошел в дело. Ну, а так, если кусочками я нарежу, ну, он точно уже в дело никуда не пойдет. Ну, коту под хвост. Но зато показать в ролике, что вот так вот получилось все по финшую. Не, ребята, он, эстетика должна быть и перфекционизм, но это все должно быть, ну, умеренно, понимаете. А на минуточку я скажу, 2000 гривен вот такой вот лист еще стоит. 2000 гривен для нашего бюджета, это, ух, как немалые деньги. На вот это я считаю, мы абсолютно не имеем права деньги тратить, когда это все будет разбираться. И вот это даже тоже крашеная, внизу крашеный металл, он здесь не нужен. Это для того, чтобы хотя бы зиму сейчас пережить, и не, ну, не было там каких-то подтеканий и так дальше. Все. Вот это мне теперь нравится. Вот это я теперь не буду переживать, что куда-то где-то затечет, снег заметет. Все, вот это теперь четко. Смотрите, так я стою уже здесь стою, вот, на лестнице стою, и уже практически мне не видно этой оцинковки. А если вот так вот еще чуть-чуть приспущусь сейчас, то вообще ее не будет видно. Ну, видно такое что-то серенькое, тем более оно серенькое, что то, что то серенькое. Так что, а снизу так вообще его, кто там его увидит. Поехали дальше. Очередное включение, сейчас вот натянул шнур, сейчас буду досточку прокручивать по центру, потому что здесь, ну, грубо говоря, до метра, там 90 с хвостиком у нас, а свыше 60, ну, 50-60, уже надо по центру металл подшивы прижимать. Поэтому натянул шнур, сейчас буду досточки уже нарезал, сейчас буду шмолить, короче. Вот таким вот макаром по бокам этой досточки будут две вот такие вот бобышечки. И потом бобышечки я сбоку чик и закручу. Это для того, чтобы вообще, ну, как бы металл просто прижать вот по центру. Тут можно доску, можно рейку. У меня просто были остатки доски, поэтому, ну, я использовал доску. Можно вот такой даже взять, ну, не знаю, доска может пожестче чуть будет держаться, брус тонковатый, может где-то что-то будет гулять. Ну, короче, я буду делать вот так вот. Ребята, всем доброе утро. Собрался выезжать, короче. Смотрите, что у нас. Мороз. Ёперни бабаль. Ой-ой-ой. А вот, ребята, мы уже и на объекте, смотрите. Что тут у нас, да? Вот, зима, зимушка пришла. Не знаю, это только... Это только еще первые предпосылки. Но ничего, мы сейчас будем шмолиться, Антоши. Сейчас у нас, значит, задача какая. Я вам брусочков накрутил. И сейчас будем их пришивать туда, к стене. Но сразу надо нашу стартовую, так сказать, уголочек, короче, прибить. Приступаем к монтажу сейчас стартовой. У нас стартовая, она как бы под открытый, или как сказать, монтаж, да. Ну, получается, что или снизу надо прижимать. Ну, я сейчас сделаю по-другому. Она-то дешевле, конечно. Ну, ребята, ну, все из-за дешевизны, бля. Дальше вы все увидите, что каким макаром, в общем, дальше все покажу. Сейчас вот удлинил по брусочку, прикрутил с одной стороны. Ну, вы поняли, да, когда будет лист прикручиваться, чтобы он к чему-то края же надо притянуть. Ну, все, приступаем, ребята, поехали. Смонтировал, короче. Так называемую стартовую. Ну, в нашем случае она вот так вот. Вот в таком исполнении я ее придумал. Вот. Чтоб снизу тут не крепить, короче, саморезами не поджимать. Вот. Я тут брусочек поставил. Вот у меня такие вот проставочки, короче, взял. С под СВПшек когда-то лепил. И все. И вот так вот сейчас сюда только метальчик. Хлоп, зашел. То есть вот здесь вот у меня сантиметрик. Как раз вот класс. Смотрите, хлоп. И я думаю, что сейчас оно пойдет у нас как по маслу. Ну, мне так бы хотелось, по крайней мере. Все, до угла завел сюда. Начинаем. Поехали, ребята. Не отвлекаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробежались, короче, вот так вот это дело получается. Ну, по-моему, неплохо. И, кстати, стартовый мой сработал классно, чётненько, заходит туда жёстко. Местами так с Антоши надо было приложить усилия. Короче, не знаю, откуда вам тут как показать. О, вот так вот поймал, он как раз супер. Тряпочка ещё вытрем, потому что перчатками залапали его. Ну, а так, в принципе, вроде бы всё неплохо, да, смотрится. Ну, что, сейчас, короче, шмалим, шмалим, короче, лобовую планку. Вот так вот, ребятки, всё у нас получилось. Ну, вроде неплохо. Где-то что-то чуть-чуть туда-сюда, но я думаю, не критично будет. Для сельской местности сойдёт, думаю. Оценивайте, не знаю, оценивайте. Мы с Антошей постарались. Шмалим дальше, боковушки. Вот такая, ребята, зарезочка. Видите как? Соответственно, вот с левой стороны вход. И как раз по ходу дела этого стыка вообще не будет видно. Вообще. Что сейчас делаем? Мне сейчас надо нарастить ещё 10,5 сантиметров от этой доски, от низа доски. Соответственно, вот такие бабышечки сейчас уже закрутили с Антошей. Ну, они повылазили, мы их сейчас поотламываем. Саморезы какие есть. Здесь монтируем, здесь по аналогии такой же, как и впереди делали. Такой же будет монтаж, как и там. То есть, фиксируем саморезами к газику, а потом прижимаем всё это дело брусом. Ну, немножко, конечно, что, ну, заморочливо это всё дело. Бабышечки туда накрути, туда. И процессы завязаны, ну, потому что один процесс без другого не сделаешь. То есть, надо сразу морду было сделать, а теперь уже боковушки. Ну, ничего, шмалим. Тут проблема ещё сейчас с рештовкой, с вот этим всем. Ну, вы наблюдайте, как всегда. А мы шмалим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok О, а кто это лапы тут оставил? Короче, ребята, вот так вот заканчивается мой рабочий день сегодня. Видите, что тут творится? Плиточка, короче. Плиточка на прокачку хат из Киева. Приехал от подписчика. Вот, пять ящиков тут. Вот ящик на ящике, ящик на ящике. Всего пять ящиков. Подписчик передал, а второй подписчик привёз, как бы, с Киева. Поэтому огромнейший им респектусик и благодарочка от меня, от души, ребята. Спасибо. О, Антоша, а что ты прёшь? Плитку украл. А, так, ребята. Короче, смотрите, что, передал подписчик плиточка. Вот она уже, я одну снял. Вот такая. 40 на 40, по-моему. 40 на 40, по-моему, плитка. Ну, короче. Как вам, не знаю, показать. Вот так она тут на полу будет лежать красиво. Вот. Вот такая она, чтобы вам прикинуть. С моим 43-44 примерно. Ой, наступил ямазал. Я думаю, пойдёт сюда светлая. Несейно-светлая, несейно-тёмная. Нормально. Спасибо Александру за донатик. Тоша, плиточку нам передал. Как раз 8 квадратов идеально. То есть она ложится вот именно на кухню. Ну, а санузел, там уже такое, пару квадратов. Я думаю, что-то поедем, можно на складе третьего сорта. А может, ребята, если у кого-то есть, что именно, ну, только ж надо, чтобы, наверное, на санузел уже вся была, то, в принципе, пишите, обсудим. Ну, на пол уже есть. Здесь вчера на дело ездил человек, тоже подписчик, Сержик, дальнобойщиком работает. Привёз, передал с Киева. Он тоже ехал через Полтаву, набрал. Вечерком я подскочил, перегрузились. И всё, плиточка у нас. Александру ещё раз спасибо и большой респектусе. Так, ребята, ну что, у нас вот так вот получилось всё это дело. Там брусочек дошлил, там то, сё. Ну, короче, склепали его. Это у нас уже второй день, потому что вчера не успели. Короче, начало темнеть, надо было ещё там по делам. Ну, всё, прибил. То же самое, по аналогии. Сразу стартовый брусочком прижал. Сформировал там как раз эту толщину металла. Десяточка. Вот там, видите, он чуть-чуть шовчик видно. Ничего, не критично. И всё, сейчас начинаем монтировать этот лист. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, ребята, вот так как-то эта вся история у нас получается. Ну, по-моему, красиво. Вы видите, как боковушечка переходит. Ну, в принципе, концепция ту, что я задумывал, получается. Кто-то скажет, Вова, а что ж ты туда, аж на сарай, а там обрезаться или не обрезаться. Ребята, ну посмотрим. Если будем достраивать, дальше всё посмотрим, как мы будем соединяться. Я думаю, как-то соединимся. Это уже, ну, не проблема вообще. Вот тут вот этот уголочек, мы его потом прикоцаем. Кто-то выгибает сразу, лобовую туда загибает. Потом, вот как я обрезал, ветровой уже. А мы сделаем проще. Мы сделаем сюда уголочек такой поставим. Он и перекроет доску вот ту, и как раз закроет этот шовчик. Ну, красиво будет. Короче, всё, ребята. Мы шмалим дальше, сейчас на ту сторону перебазируемся. Короче, всё, ребята. Мы погнали на ту сторону перебазируемся, потому что жаз забарное такое. Пока ещё вспомнили, блин, давай реечки ещё набивать поперёк. Потому что, ну, по-любому, наверное, надо будет сейчас, может, по центру ещё прикрутить. Вот так вот, ребята, всё получается. Ну, не знаю, может быть, ещё вдоль брусок я набил, блин, не знаю. Оно так вроде и нормально. Если бы, конечно, здесь поперёк коротышами раскидываться, оно жёстко было бы. Здесь 50 сантиметров, оно было бы жёстко. Коль в длину, он немножечко, как бы, чуть-чуть провесик даёт. Вот, поэтому я, наверное, по одному саморезику шмальну ещё, чтобы, так сказать, для жёсткости, чтобы оно там не дребезжало. И всё, сейчас этот маленький фронтончик ещё зашиваем. И всё, и я думаю, что всё будет оно красиво. С боковой, кстати, вы видите, с боковой, с ветровой, кстати, ни одного самореза нету. Снизу я решил всё-таки притянуть. Вот с Антошей так посовещались, он мне снизу тут корректировал, говорит, давай снизу будем притягивать. Вот, и будет огонь, чтобы в торец не шмалить саморезы. Ну, по-моему, так чуть-чуть поэстетичнее. Всё, поехали дальше. Субтитры подогнал «Симон» 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 Таким образом мы ушли от того, что продыряем вот этот лист То есть он у нас закрученный только в тех местах, где будет монтироваться то есть уже с нового сезона на ту сторону кровли Ну все, в принципе, вот так вот пока у нас будет и зимовать Хатчи! Ё-моё! Правда, ребята, правда! Подшиву здесь надо будет повытирать, чтобы все красиво было Но я сейчас не об этом, ребята У меня многие спрашивали А как будет чердачный вован? Сделай же вентиляцию Ну, во-первых, здесь уже куплены такие небольшие решеточки Вот они, ребята, вот так вот Хлоп сюда, хлоп одну с одной и с другой стороны Ну, вот такие вот две решеточки взял Я думаю, для того, чтобы воздух циркулировал этого достаточно хватит Вот лежат они пока Сейчас вам следую покажу А вторых, вот смотрите Чем вам не вентиляция Вот Так граф Монте-Кристо сюда залез Вот так, ребята Чем вам вот туда пошло Он под кровельное Все пространство Здесь Вентилируется Мама не горюет Чем вам вот это все Не вентиляция, скажите Сюда вот пока Сейчас вставить Я думаю Такие какие-то Может Ну, не знаю Может тут зашью И уже сделаю В фронтонах Вент решеточки поставлю Но сюда надо по-любому Чем-то забивать Потому что Ну, живность тут будет жить Вот так вот вам Со светом еще Вон наша вата там лежит Вон, видите Что я могу наблюдать Кроме пылюки Я там ничего не могу Наблюдать, ребята Все красиво Закрыто Нигде ничего Вроде бы не подтекает Все сухо Красиво Хотя дожди Только что Шмалили Хотя дожди Только что Шмалили У нас Два дня Ну, а так Тут можно В принципе Пронырнуть Смело Вообще Не Ну, я их зашью Сделаю вот здесь Вот во фронтончиках В этих две решеточки С коньком с этим Конечно По-пому Дохались Ну, ничего Ну, что Я теперь В принципе Могу И нас поздравить И вас Наверное Потому что Вы все активно Участвуете В этом проекте В хату На прокачку И нас С Антошей Потому что Мы тоже Выложились Руки Ноги Конечно Все Неудобно Стоять Тем более На старом Там шифере Надо было Только что Стоять А там Все так Стремно Ребята Ну, ничего Прорвались Ребята Прорвались Ну, так Вот, ребята Получается У нас С этой стороны Ну, а А с этим Конечно С вот этой Красотой Вот так Вот я обыграл Одна полоса Осталась Вот С листа Отрезали полностью С вот этого листа Вот на две стороны И одна Вдоль осталась И вот я ее сюда Вот так вот Примарафетил Набил Так же Ветровую доску Туда Примарафетил И вот такой Получился Тут как Теневой шов Ребята Короче Подшива С теневым швом От мастер От мастера От мастера Кладки Ну, там бы Конечно Тоже Еще бы Так бы Накрыть Что-то Придумать Ну, то Я думаю Что возьму Уголочек Там наперед Доберу И возьму Что-то Сюда Какое-то Накрывочку Ну, а так Как-то Слепили Вот так Вот его Ребята Я думаю Все Все довольно Таки Неплохо Забью Еще Вот эту Вентиляцию Эту Тут Вот так Все Обитов Там Антоша Поменьше Будет Тут Конечно Блин Тут Лепить И лепить Конечно Ну, шо Пенопласт Прилепил Туда Сюда Я думаю Сотка Или 200 Улупим Ну, тут Вообще Мало Ребята Ну, шо У нас Опять Начинается Дождик Ну, сейчас Слава Богу Хоть Ну, не На системе Знаете Что Я в прошлый Раз Шмалило Невозможно Работать В принципе Не всю Задачу Конечно Мы выполнили Хотелось бы Сразу же Сделать Еще И Водосточную Систему Но это Такое Уже Терпимо Да Это Скажем Так Уже Больше Как бы Больше К комфорту Да Относится Чтобы не Лила сюда Вода Чтобы Сделать Водоотведение И так Дальше Вот А так В принципе Крыша у нас Накрыта Подшива Сделана С лесов Слава Богу Спустились Все Мы Сейчас Не знаю Сейчас Или С этого Дела Начнем Или Наверное Первым Делом Начнем Устанавливать Окна и двери Окна и двери У нас Уже Все Есть Ребята Вы Узнаете Все Благодаря Вам Конечно Что Греха Таить Ребята Мы Вместе С вами Я делаю Этот Проект Это Первый Проект На Ютубе Хату На Прокачку Где Мы Помогаем Людям Прокачать Их Жилищные Условия Кому Это Действительно Остро Необходимо Опять Начинается Гавка Нет Ой Може Там На Объекте Постоянно Гавкает Тут Постоянно Гавкает У нас Что Не Объект Какой Вечный Где-то За забором Собака Мы Стараемся Мы С Антошей Шмалим По полной Программе Сейчас По Объектам Поподтягивали Все сопли Я Буквально Вот На днях Еду Уже На Лигу Мастеров Киев Дай бог Что Дай бог Что Мир Был У нас На земле И тогда Будет Все нормально Потому что Неизвестно Бомбили Только Как раз Ребята Дальше Что у нас Дальше Окна Двери Но это Будет В следующей Серии И я Надеюсь Будет Водосточная Система Водосточной Системы Сейчас Нет Не Поставили Из-за Того Что Заехал Я На Одну Контору И Договорили Ну Вроде Мы По рукам Ударили Но Что-то Затянули Пока Ребята Может Там Какая-то У них Своя Бюрократия Все-таки Выдается Как бы На интеграцию Не продается Там Может Какие-то Бумажки То Все Оформить Хотя Тут Всего Лишь 6 метров Немного Но Тем не менее Сейчас Напишу Им Напомню В любом Случа Уже Не успеваем С Водосточкой А видосик Люди Уже Пишут Вовчих Давай Давай Это Все Дело Уже Значит Сделаем Следующей Серии То есть Мы Поставим Окна Мы Установим Двери Двери Конечно Персик Ребята Ну Как За Свою Цену Посмотрите И Мы Я Надеюсь Что Если Нам Привезут Водосточку Я Сам Поеду Заберу Укомплектуют Да Скажем Так Надеюсь Что Укомплектуют Водосточку И Только Ребята Отзвонятся Я еду Забираю И Мы Все Это Дело Уже Упаковываем В нашу Крышу И В нашу Смарт Квартиру Друзья Еще раз Напоминаю Кто Первый раз Смотрит Канал Кто Первый раз Смотрит В частности Проект Хату На прокачку В двух Словах Мы Делаем Это Совместными Усилиями С вами То есть Я Кого-то Я с Ребят Своих Вот Антоша Постоянно Мне Помогает Ну И Вот И Смиру По ниточке Кто Чем Может Какой Монетой Закинуть На Проект Хату На прокачку И делаем Добрые Дела Ребята Ну Потому Что Зарабатывать Зарабатываем Но Надо Не забывать И за Добрые Какие-то Дела Так Что Все Реквизиты Я оставлю В описании Под Видео Если Кто Может Чем-то Какой-то Копеечкой Там Будут Две Карты Там Будет Также Ссылочка На Донат Если Кто Живот За Границей Без Проблем Можно Задонатить По Ссылочке Нам Осталось Всего Ничего Хоть И Говорят Да 30% Коробка Это От Строительства Но Я думаю Что Мы Сделали По Максимуму Сейчас Мощно Все Улупили Теперь Мы Заходим Внутрянку Конечно Внутрянка У нас Сейчас Потянет Мы Со Стримов Ребята Со Стримов Мы Нет Поэтому Друзья Последние Конечно Деньги Не Надо У кого Там Последние Остались Не Надо Только У кого Есть Такая Возможность Есть Возможность Десяточку Есть Соточку У кого Тысячу Есть Возможность Задонат То есть У кого Сколько Не Надо Если Последние Ребята То есть Тут Сугубо Все Знаете Как По Желанию Индивидуально И Чтобы Так Сказать Не В ущерб Было Вашей Своё удовольствие Вот Как Вы В удовольствие Там Кто Пачку Сигарет Каждый День Купит В удовольствие Кто Купит Чашку Кофе Допустим Там За 50 Гривен Тоже В удовольствие Ну Вот Как Вот Так То есть Это Соответственно Какое То Если Вам Эстетическое Удовольствие И моральное Приносит Этот Проект Приносят Те Видосы Приносят Тот Труд Который Я Делаю Стараюсь Снимаю Для вас Вот Мы Тут С Антошей В дожди Если Вам Это Приносит Какое То Удовольствие Ну Я Думаю Что Это Дороже Стоит Наверное Чем Пачка Сигарет Правильно Друзья Поэтому Я На Вас Надеюсь Вместе Мы Сила БСУ Будевельные Силы Украины Мастер Кладки Подписывайтесь На мой Инстаграм Естественно Там Сторисы Постоянно Какие Удачи Крепчайшего Здоровья И конечно же Мирного неба Над головой Всех Обнял Приподнял Всем пока Вот такие Вот ребята Тут у нас Ну Внизу Я вам сейчас Скажу Внизу Сантиметров Наверное 35 Вот И тут Пошло Уже 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 Ну И тут Сводятся Уже Сантиметров Где-то 5 7 Там Где-то До 4 И вот Такая Вот История Вот Это Все Дело Я Прям Стою И слышу Как сквозняк Шмалит Отсюда Вот сюда Ну Смотрите Там же Оно тоже Все насквозь Идет Поэтому Будем Не знаю Будем Или запенивать Вот эту Всю историю Ну Запенивать Как с пенопластом Конечно Вот Пенопласт Или в сотку Или может В 200 Потому что Там же Будет Воздух Холодный Гулять И с той стороны Тоже Нам надо Будет Все запенить Ну Как бы Такая Временная Консервация Будет До следующего Года Пока мы Не разбомбим Вот у помещения И надеюсь У нас Это получится Продолжение следует Продолжение следует